Продолжим грамматический разбор Ираб Суры Аль-Аср, предвечернее время. Мы остановились на третьем айте. Илли лизина айману, ва амилю ссалихати, ва тавасау бил хақи, ва тавасау биссабар. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, и заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпение. Илля это адату стеснайн. Харфу стеснайн. Средство исключения. Частицы исключения. Мабниу аля сукуны с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Аль-Лизинат Исман Маусулан. Относительное местомение. Мабниу аля л-фатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Фимахалли Насмин. На месте падежа нас. Винительного падежа. Аля аннаху мустаснан мин аль-Инсан. В качестве исключаемого из слова аль-Инсан. Исключаемый посредством частицы Илля. Аль-Мустаснаби Илля. В данном случае будет ваджбан нас. Поставлен в состояние нас в обязательном порядке. Так как аль-Калам. То есть речь здесь. Таммун муджабан. То есть полная. То есть здесь упомянуты имя, из которого исключают. Из которого производится исключение. Аль-Мустаснабин. То есть чего исключать здесь упомянуты. А также это муджабан. Муджабан. То есть утвердительно. Положительно. То есть здесь нет отрицания. Гойруман фиин. В этом случае мустаснан. То есть исключаемое имя. Исключаемое имя будет составлено в обязательном порядке. А если кто-то спросит. Как здесь слово Аль-Ладрина. Являющееся относительно местоменем множественным числом мужского рода. Может быть исключено из слова Аль-Инсан. Являющееся формальной формой единственного числа. То есть как множественное число может исключаться из единственного числа. То на этом мы скажем, что имеющееся в начале слова Аль-Инсан. Ламут-Та'риф. Артикль Аль. Или же частица определения Аль. Это листеграк или джинси. Указывает на охват всего вида. То есть исключает весь род данного вида. То есть слово Аль-Инсан здесь значение Аль-Анаси. Люди. Или джами у нас. Все люди. Значит Аль-Инсан это мустаснан минхо. То есть чего исключают. Илля это харфус тиснан. Частица исключения. А Аль-Ладрина это мустаснан. Исключаемое. Значит Аль-Ладрина, как мы сказали, фи махалли наспи. На месте падежа нас. Винительного падежа. А Аману это фиалин мадам. Глагол прощающего времени. Мабниу аль-Ал-Домми. С неизменяемым окончанием. С дома на конце. Почему? Литтисалих бивавид ломир. Так как он соединен с местомением множественного числа мужского рода вау. Есть и другое мнение, которое читает, что глагол здесь. Мабниу аль-Ал-Фатхи-Ал-Мукадрис. С неизменяемым окончанием. Со скрытой фатхи на конце. Но мы выберем предыдущее, более легкое мнение. Вау это домир муттасын. Вау это слитное местомение. Мабниу аль-Сакуни. С неизменяемым окончанием. С сакуном на конце. Вау аль-Алифу. Альф фарихат. Альф на конце. Глагол это различительный альф. Вау фиал маа фааали. Глагол аману со своим фаалем. Все это жмлетен фаалитен. Глагольное предложение. Сылятль маусули. Предаточное предложение для относительного местомения аль-Ледина. То есть его предаток. А значит. ла махалла ла хаминал и араби не имеет места в падеже. Ва амилю с салихат. Аль-Вау это харфа атфин сейуз. Мабниу аль-Фатхи с неизменяемым окончанием. С фатхи на конце. И араб. Грамматический разбор амилю будет точно таким же, как и у аману. Как разбор отдельно взятых его слов, так и всего предложения. Так как глагольное предложение амилю соединено с предыдущим предложением аману. А значит так же, как и оно не будет иметь места в падеже. Поэтому мы здесь скажем. ла махалла ла хаминал и араби не имеют места в падеже. Ас-Салихат это мафул имбихи прямое дополнение глагола амилен. Мансуб имбихи поставлен этим глаголом в состояние насб. В аламу то насбе и прознак составлен насбе в этом имени. Аль-Каср тузлахирут аля ахри явный каср на его конце. Почему леннаху джамон бил алифи ватта и заеда тэн? Потому что ас-Салихат это множественное число, образованное путем добавления на конце алифата. Добавленных алифа и та. А что касается остальных двух глагольных предложений, то их грамматический разбор тот же самый, что и разбор предложения амилю. Точь в точь. Поэтому не будем повторять все сказанное. То есть, каждое из этих двух предложений, так же как и предложение амилю, соединено с предложением амину. А значит, каждый из них не будет иметь места в падеже. Заметим лишь, что глагол тавасу будет мабнив аль-доми л-мукадр. Будет с неизменяемым окончанием со скрытой домой на конце. Аляль-Алифиль махзуфат и лил-тикуа сяк-нин. Скрытой домой над удаленным из-за встречи двух секунду алифом. Так как в основе тавасу, основой является тавасою, был тавасою. А после, то есть после применения правил морфологии и тавасау. После чего удалили этот алиф и у нас осталось тавасоу. В части морфологии, иншалу, мы подробно поговорим об этом. Осталось сказать, что каждое из двух словосочетаний бель-хақ и бель-сабр это харфу джарин ба и поставлено им в состояние джар имя аль-хақ или ас-сабр. Каждое имя из них маджрур мильба поставлено в состояние джар харфом ба. А аль-джару аль-маджрур, то есть харфу ба, и поставлено им в состояние джар аль-хақ или ас-сабр мута'лихун каждый из них состоит в смысловой связке с глаголом тавасу. Аллаху алам. На этом мы закончили грамматический разбор этой суры. Аль-хамду лилллллллллллллллллллллллл ла юррд и айнал амин.